МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шесть районов при Амуре на этой неделе припорошило первым снегом. В областном центре осадков такого рода пока не обещают, а значит, есть время успеть многое перед наступлением зимы. Что именно стараются успеть благовещенцы в материалах итоговой программы «Город. События. Люди». Здравствуйте. И начнем, как обычно, с анонса. Сейчас с помощью добавок, современных добавок, можно до минус 10. По новому ГОСТу. Дорожники, несмотря на понижение температуры, продолжают укладывать асфальт на дорогах областного центра. Мне хотелось сначала поблагодарить администрацию города за помощь людям. Это хорошее дело. 90 килограммов в одни руки. Благовещенцы, чьи подворья пострадали от подсопления, начали получать овощные наборы. У многих есть дети. И, в общем, мы остались без денег, без квартиры. Отдали сами, догоняются полицией. Три горожанки обогатили мошенника, предлагающего в аренду доступное жилье. Очень больших объемов, потому что животных много, им каждый день нужно питаться. Витамины для экзотов. Сотрудники телекомпании «Город» оказали помощь животным Благовещенского зоопарка. Число скончавшихся от COVID-19 в Преамуре достигло 62 человек. Число заболевших стабильно растет. На печальной статистике и ситуации в целом журналистам рассказали на пресс-конференции в областном правительстве. Большая часть заразившихся коронавирусом – трудоспособное население. Но тяжелее всех инфекцию переносят люди старше 65 лет. В настоящее время в стационаре находится более 800 человек. Еще 1200 получают лечение амбулаторно. За сутки медики делают 3800 тестов. Их проводят 12 лабораторий. Узнать свой результат теперь не проблема. Его будут посылать по СМС. Оператор будет видеть только номера телефонов и только результаты тестов. Соответственно, пациент будет получать соответствующие СМС-уведомления либо о том, что он здоров, либо о том, что ему необходимо обратиться в поликлинику. А в поликлиниках дела обстоят сложнее. В очереди к терапевту можно просидеть несколько дней, жалуются горожане. На пресс-конференции объяснили, с начала пандемии с профессии ушли 400 медиков. Ситуация усугубляет то, что количество больных горожан, желающих попасть на прием, намного превышает число условно здоровых пациентов. Сегодня эти потоки с пациентами, с температурой, с признаками чихания, кашля, насморка, головной болью перевесил тот поток пациентов, которых мы считаем условно здоровыми. И да, сейчас мы стараемся наоборот поменять местами, усилить количество врачей, которые работают именно на пациентов с признаками ОРВИ. Больше десятка административных протоколов составили на благовещенцев, не соблюдающих масочный режим в общественном транспорте. Нарушителей выявили в ходе рейда на автобусной остановке в районе 50-летия Октября и Красноармейской. Проверку организовали полицейские и специалисты Роспотребнадзора. Пассажиров, у которых не было средств индивидуальной защиты, выводили из общественного транспорта и составляли протокол. 17-летнему Денису Макарову тоже не повезло, причем по глупости. Маска у парня была, только вот надеть он ее забыл. Загляделся телефон, как всегда, по невнимательности. Ну, обычно соблюдаю. Захожу, маску надеваю. Всегда в кармане есть, ну, как минимум две, часто одна. Всем нарушителям масочного режима грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. На прошлой неделе в Благовещенский городской суд поступило 17 административных протоколов. 16 дел рассмотрено. Накажут рублем 14 граждан, находившихся без средств индивидуальной защиты в магазинах и торговых центрах, и двух индивидуальных предпринимателей. Четыре маршрута общественного транспорта на этой неделе поменяли схему своего движения. Из-за того, что перекресток улиц Калинина и Красноармейской закрыли для укладки асфальта. К обустройству нижнего слоя дорожной одежды приступили и на улице Ленина, от Пионерской до Шевченко. Дорожники пытаются наверстать упущенные из-за дождей сроки. А простые благовещенцы, автомобилисты и пешеходы беспокоятся, все ли в порядке с соблюдением технологии. И не бросят ли перекопанные участки дорог в зиму. Разбиралась ситуация и наша съемочная группа. Температура воздуха в Благовещенске плюс 3 над проезжей частью улицы Ленина, от Пионерской до Шевченко, в 50 раз выше. Дорожники укладывают нижний слой асфальтобетона. Торопятся. От сроков давно отстали. Причины задержки дождей, конечно, человеческий фактор. Ребята, которые прокладывали кабеля, то есть они их закладывали вроде бы на нужную глубину, но засыпали, не утрамбовывали. То есть нам приходилось заставлять еда, чтобы они это все дело переделали. То есть вскрывали паново их и постоянно засыпали и утрамбовывали. Из-за того, что подрядчик продолжает работы в условиях низких температур, днем и заморозков ночью, очень переживают и автомобилисты, и пешеходы. Своими сомнениями они активно делятся в социальных сетях. Слушайте, а вот интересно очень сильно. А вот если сейчас, в ближайшее время, не знаю, там снег пойдет, суперсильные заморозки будут, а вот это вот сделать не успеют. Что, вот так вот и оставят до следующего года? В зиму уж не работают. Дорожники спешат успокоить горожан. Заверяют, во-первых, ремонтные работы на городских магистралях подходят к концу. К примеру, сдать участок улицы линии над Шимановского до Шевченко планируют через 10 дней. А во-вторых, технология укладки асфальта давно шагнула вперед. Сейчас технологии нам позволяют. Да, раньше можно было только осенью плюс 10 градусов укладывать в светобетон. Сейчас с помощью добавок, современных добавок, можно, я говорю, до минус 10. Сегодня масштабный ремонт проезжей части продолжается еще на двух магистралях Калинина и Воронкова. Подрядчики осваивают средства в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Крайний срок сдачи у них один – 31 октября. Как всегда, на каждой стройке есть небольшие задержки, но, в принципе, подрядчики справляются и делают все, что могут, чтобы войти в сроки и закончить работу вовремя. И погода помогает нам закончить эти работы, поэтому контракты будут закрыты в срок. И к другим темам. 67 тонн овощей вывезли благовещенцы со склада ГСТК. Картофель, морковь, капусту и свеклу бесплатно выдают горожанам, чей урожай погиб во время летних проливных дождей. Продуктовые наборы на средства местного бюджета закупили у фермера из Благовещенского района. Хватит ли объема, который определили власти нуждающимся? И кому в поддержке отказали? Расскажем в сюжете. Проверка документов на складе ГСТК – обязательная процедура. Если фамилию благовещенца в списке не найдут, то и овощи не выдадут. Претендуют на помощь сегодня больше полутора тысяч человек. Среди них Петр Гопоненко. Мужчина приехал из маховой пади. Рассказывает, его огород подтапливает каждый год, но хоть что-то с грядок собирать удавалось. Нынче урожай пропал подчистую. Да почти ничего не сохранилось. Если что-то сохранилось, она через два дня гнилой остановится. Понимаете, в воде постояла картошка и морковь, и она пропала вся. Мне хотелось сначала поблагодарить администрацию города за помощь. Людям это хорошее дело. Ну, хватит, не хватит, но на этом спасибо. Мужчина прописан в домовладении один. Ему полагаются продуктовый набор из 50 килограммов картофеля, 20 килограммов капусты, по 10 кило моркови и свеклы. Те, у кого в доме прописано больше человек, получают такую помощь на каждого. Отмеряют положенные грузчики строго. Больше 90 килограммов в одни руки не дают, но и этого, говорят горожане, вполне достаточно. Да хватит, конечно. Макароны есть, мы идем. За неделю со склада ГСТК горожане успели вывезти 743 комплекта овощей. В общем, претендуют на наборы 1739 человек. 18 из них, к сожалению, в списках пострадавших себя не найдут. Комиссия, которая обследует участки, им отказала. Гражданин пишет заявление, и мы явно видим по признакам, что это жилой адрес, квартира номер 253. И мы понимаем, что это не домовладение на земле, это квартирный жилой дом. Это одна из причин домовладения, предполагает, что человек там либо проживает, и при этом у него придомовой участок, в котором он выращивает эту продукцию. Обследовать пострадавшие участки комиссия продолжает, а в администрации готовы принять документы от тех, кто за помощью еще не обратился. Но потерявшим урожай горожанам стоит поторопиться. Работать комиссия будет до тех пор, пока действует режим ЧС. Решение о его отмене мэр может принять в любой момент. Необычная рыба поселилась в парке «Дружбы». Ее не поймали, а создали из 40 пластиковых бутылок. Их собрали тут же, в ходе общегородского субботника «Город-берегу». За несколько часов чище и зеленее стало сразу в 150 местах областного центра. На полигон бытовых отходов отправили больше 30 тонн мусора, а потом как следует подкрепились. Затем, как новая акция стала большим праздником, наблюдала наша съемочная группа. Первыми, кто ринулся в бой с мусором, стали сотрудники администрации. Специалисты, начальники управления, заместители мэра выбрали для субботника один из самых загрязненных участков – берег Бурхановки, в районе Калинина-Ломоносова. В гаражных массивах у реки не просто скопился осенний мусор, листва и ветки. Здесь явная демонстрация безответственного отношения местных жителей. Это и битое стекло, это и всевозможные огурки, обломки, бутылки пластиковые. Но это действительно тот бытовой мусор, который просто... Просто стоят иногда пакеты с бытовыми отходами. Наверное, гражданам лень дойти до мусорки, они ставят почему-то их здесь. Ну и в самой реке, начиная от старых покрышек автомобильную, заканчивая велосипедом детским, ну это, конечно, уже переборники и ворота не лезет. Местные жители, кстати, к акции присоединиться не поспешили. Зато в парке дружбы от желающих помочь не было отбоя. Здесь устроили не просто субботник – творческую уборку. Гостей, среди которых был и губернатор области Василий Орлов, встречали не с хлебом, солью, китайскими пельменями, с имбирем, черемшой и мясом, и напутствиями от мудреца. Не надо бороться за чистоту, надо просто подметать. Илья, Илья. Вы согласны с этим высказывать? Да, я всегда согласна, никогда сама ничего не бросаю, ничего. Все в карманчик осенятурный. А после уборки в парке дружбы занялись озеленением. Глава региона Василий Орлов вместе с руководителем ОКЦ Надеждой Багровой высадили несколько сосен и повлекли в процесс самых маленьких горожан. Только совместными усилиями можно город озеленить. Мы слышим много замечаний и возмущений абсолютно справедливых. И на тему вот этой так называемой санитарной обрезки полностью с этим согласен. Большая работа была проведена мэрией города для того, чтобы проанализировать имеющуюся ситуацию. Не только проанализировали, приступили к активным действиям. В рамках акции вдоль Калинина высадили больше сотни крупномеров. Это 10-летняя красная рябина из свободенского питомника. Молодые деревья выше трех метров зацветут уже весной, обещают специалисты. Переживать, что не приживутся, не стоит. В том году их осенью выкапывали, ком делали специально, чтобы подкормили их. И сейчас при посадке там подкармливали. Посадили, если надо какую-то консультацию, мы будем консультировать, будем говорить. Надо будем обязательно. Мы свои посадки не бросаем. Везде садим. Или на космодроме, как только начали, там садили. Тоже все растет, все хорошее, красивое. Красивее и чище город одновременно делали больше пяти тысяч человек. Трудовые коллективы, работники образовательных и культурных организаций города. Участники акции не только озеленяли районы и убирали мусор, но и пели песни, раскрашивали трансформаторные будки и создавали арт-объекты. Последовать их примеру все желающие еще могут. Город-берегу продлится до конца октября. Еще две сотни деревьев в Благовещенске высадили вдоль улицы Театральной. На этот раз саженцы бархата Амурского. Перед высадкой растениям пришлось преодолеть путь почти в 150 километров. Их привезли в областной центр из Свободного. Почему деревца поместили в землю именно в середине октября? И когда они порадуют горожан цветением? Об этом в следующем материале. Вместо обычной лопаты – бур. Сделать таким инструментом лунку нужной глубины, тем более, когда земля уже немного подмерзла, гораздо проще. Лопаты идут в ход уже после, чтобы подогнать ямку до нужных размеров – 60 на 60 сантиметров. Дальше дело одной минуты. Саженцы бархата Амурского помещают в лунку. Последнюю, как следует, присыпают землей. Впрочем, технические нюансы в этом вопросе второстепенно, считает специалист по высадке с 20-летним стажем Александр Подсветов. В первую очередь надо относиться к дереву с любовью и садить его с любовью, а не так, воткнул и забыл. Так оно тебе будет отдавать свои плоды и радость, и везение в росте, и осуществлять будет радость людям, близким, ну и себе в первую очередь. А когда садишь, думать о том, что оно вырастет, а не думать о том, что оно загнется и погибнет. Именно с таким расчетом саженцы бархата Амурского высаживают в середине октября, не раньше. Сейчас деревья уже спят. Садить их можно до самых морозов. И даже в некоторых странах и садят и зимой. Это, наоборот, еще хорошо. Если будет лето сухое, обязательно подкормить их и хотя бы раза два за сезон полить, если будет лето сухое. Если будет дождевое, ничего не надо, только подкормки. В случае засушливого лета удобрять придется две сотни деревьев. Именно столько высадили специалисты Свободненского питомника вдоль улицы Театральной, от ВДНХ до Ленина в рамках общегородской акции «Город берегу». Всего же по обе стороны Театральной появится 250 растений. На то, чтобы вырастить саженцы высотой от 3 до 4 метров, ушло 10 лет. Ровно столько же нужно, чтобы бархат Амурский достиг своей максимальной высоты – 28 метров. Зацветет он лишь на 18-й код жизни лет через 8. Обычно это происходит в начале июля. О том, какие еще события происходили на этой неделе, малаконечно, но не менее информативно, расскажем в нашей традиционной рубрике «Новости короткой строкой». Обвинительное заключение в отношении трех врачей Амурской областной детской клинической больницы утвердил заместитель генерального прокурора России. Медиков обвиняют в халатности из-за того, что они допустили массовое заражение маленьких пациентов гепатитом С. В ближайшие три года в центральной части Буговещенска уберут старые деревянные и бетонные опоры фонарей, а провода спрячут под землю. О планах модернизации сети освещения мэр Олег Имамеев рассказал в своем Инстаграм. За шуточный ролик про городского дворника, снятый еще до начала акции, Благовещенка получила планшет. Татьяна Ёлкина стала победителем в конкурсе на лучшую публикацию в Инстаграм в рамках акции «Город берегу». Фонд капитального ремонта объявил аукцион по поиску подрядчика, который займется ремонтом фасада дома на Зейской 295. Напомним, соответствующее поручение фонду министр ЖКХ региона дал еще в начале сентября. Уникальная система водоотведения сделала участок трассы Благовещенск свободной крепостью. Шестикилометровый отрезок после ремонта комиссия приняла без замечаний. Полицейские ищут несовершеннолетних, напавших на автобусную остановку. Атаки малолетних благовещенцев подвергся павильон в районе пересечения 50-летия октября и Ленина. Платить больше за сахар и колбасу, но меньше за курицу и рис стали жители при Амуре. Итоги колебания цен в сентябре 2020 года подвел Амурстад. Вы смотрите «Город. События. Люди» и мы продолжаем. Амурские полицейские взывают к бдительности жителей области. Количество мошенников растет, а их схемы поражают своей изобретательностью. Впрочем, как показывает жизнь, заморачиваться зломышленникам порой совсем не нужно. К примеру, на уходящей неделе к правоохранителям обратились три горожанки. Рассказали, что отдали 45 тысяч рублей незнакомому парню за то, что он обещал каждой из них сдать квартиру. Жилье, кстати, в глаза не видели. Моментально из поля зрения пропал и мнимый арендодатель. Он сказал, что 15-го числа, как я въеду, мы составим договор. Я говорю, у него сейчас паспорта с собой нет. Смотрели квартиру перед этим? Нет. Сегодня должны были. Вместо новоселья в новой квартире разговор в дежурной части. Самостоятельность жизни у благовещенки Анастасии и ее мужа, решивших съехать от родителей, не получилась. В одночасье они лишились и мечты, и денег. Объявление о сдаче жилья нашли в Инстаграм, связались с автором. Тот показать квадраты отказался, мол, люди живут, зато принес навстречу несколько привлекательных фотографий. И попросил задаток за месяц вперед. Анастасия согласилась, парень взял деньги и был таков. Какими купюрами передавали денежные средства? Две купюры были пяттысячные и пять тысяч было тысячными. После того, как горожанка поняла, что ее обманули, она снова вышла в Инстаграм. Не новое объявление искать, а личную страничку злоумышленника. Тут и узнала, она не первая жертва. Мы с этими девочками связались, которых он тоже обманул. Причем в это же время, буквально за эту неделю. После того, как выложил свое объявление о сдаче квартиры. Ну и в принципе, вот так вот все и пошло. Написали заявление, вот сейчас идут разбирательства. У многих есть дети. И в общем мы остались без денег, без квартиры. Заявление в полицию по данному факту написали трое. Отсмотрев видео с камер, расположенных в районах, где проходили сделки с потерпевшими, полицейские задержали подозреваемого. Квартира кому принадлежит? Не мне. Кому принадлежит? Понятия не имею. Спасибо. Какую-то эту квартиру ты хотел сдать? Ну, та, что не принадлежит мне. В Садейном ранее судимый 23-летний благовещенец признался. Рассказал, обманул троих. Подзаработал в общей сложности 45 тысяч рублей. В данном случае заявители не обратили на то внимание, что злоумышленник назначал встречи на нейтральной территории, обещая позднее показать квартиру, ссылаясь на то, что там сейчас находятся еще жильцы. То есть здесь нужно убедиться, что действительно квартира существует, даже вплоть до того, чтобы посмотреть документы. Пока полицейские будут расследовать уголовное дело по статье «Мошенничество», подозреваемый останется под подпиской о невыезде. Горожан же просят внимательно присмотреться к благовещенцу. Если вы тоже пострадали от его действий, напишите заявление в полицию. В Преамуре впервые за всю историю провели лапароскопическую операцию на желчевыводящих путях. Ее выполнил главный врач Амурской областной детской клинической больницы Руслан Белоус. Значительный вклад в успех процесса внесли анестезиологи. 16 октября они отметили свой профессиональный праздник. О тонкостях их работы и темах, на которые они общаются с самыми маленькими пациентами. Материал нашего корреспондента. Один пациент и целая бригада специалистов. Среди них врач-анестезиолог, реаниматолог Роман Петренко. В профессии, которую считают своим хобби, мужчина уже 10 лет. Именно от него зависит не только крепкий сон пациента во время операции, но и все функции его организма. И самое главное – комфортное пробуждение больного. Роман называет свою профессию разнокалиберной. Операционные, палаты интенсивной терапии, его рабочее место практически везде. Регулярно приходится выполнять роль не только врача, но и психолога, чтобы снизить уровень тревоги у пациента. Само собой, в операции происходит предоперационный осмотр анестезиолога, где мы не только стараемся понять, какие заболевания сопутствующие есть у детей, но и расположить человека к операции, чтобы снять его какое-то волнение, эмоциональный стресс. Детьми, допустим, работая в детской больнице, приходится общаться даже вплоть на темы мультиков, смешариков и прочих. Важность общения с анестезиологом подчеркивают и хирурги. Нельзя сделать что-то, не посоветовавшись с ним. У нас буквально каждый год внедряются новые современные методики оперативных лечений. Вот буквально недавно, две недели назад, выполнена была впервые в Амурской области операция на желчевожающих путях, скопическая. Так вот, это работа, к которой готовится и хирург, и анестезиолог. То есть совместно долго идет обсуждение, большая подготовка. Более того, если зайти в нашу операционную, можно увидеть, что анестезиолог работает на сложных операциях не один. В Центре анестезиологии и реаниматологии Амурской областной детской клинической больницы, которым руководит Олег Марков, трудятся более 120 человек. Каждый из них ежегодно проводит порядка 600 анестезий. Наши коллеги, помимо того, что они ведут здесь огромный объем работы, выезжают еще за пределы города Благовещенского, все районные области. И проводят огромную работу, и вывозят сюда пациентов для того, чтобы продолжить ту терапию, которая была начата в районах. Когда пациенты поступают к нам в палату реанимации, они выглядят совершенно по-другому. Когда встречают тебя на улице и говорят «Здравствуйте, доктор», это становится не этим сюрпризом, очень приятно. Две ары и еще более сотни животных из зоопарка «Лапушки» нуждаются в помощи – овощах и фруктах. Купить их в нужном количестве на собственные средства владельцам сложно. Поток посетителей снизился. Наша телекомпания решила поддержать питомцев и преподнесла им вкусный и полезный подарок, выращенный собственными руками. Какой, расскажет Анжелика Павлова. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам помощь принесли. Куда положить? Спасибо огромное. Давайте, давайте. Спасибо большое. Три сетки со свежими кабачками от сотрудников нашей телекомпании администратор зоопарка Владимир Радченко принял с радостью овощи – любимое лакомство его подопечных. Их здесь больше сотни. Не жалуют дары с огорода разве что крокодилы и змеи. Остальных витаминами подкармливают регулярно. Тем более бахчевые – обязательный продукт в рационе животных. Очень важны, в принципе, для всех кровоядных животных. То есть это и обезьяны, это и кролики, дикобразы, морские свинки, капибара у нас тоже очень. Ну, капибара все ест. Кабачки они особенно любят. Любят, потому что в этих овощах масса полезных для организма компонентов. 92% воды, остальное – углеводы. Еще в них содержится клетчатка, а растительные волокна этого овоща нормализуют микрофлору. Кабачки – далеко не единственный обязательный продукт, входящий в рацион животных и птиц зоопарка. Например, тукан предпочитает преимущественно сочные фрукты. Их очень любит и белоносая мартышка, вот она в этой клетке. Но чтобы ее рацион был полноценным, в него обязательно нужно включить овощи и побеги растений. Все это животным зоопарка нужно ежедневно в больших количествах. Только мартышки за один день могут съесть до 5 килограммов полезных лакомств. Очень в больших объемах, потому что животных много, им каждый день нужно питаться. Это и два раза, и три раза в день зависит от посещаемости. То есть, так как у нас посетителей очень мало в последнее время, прям катастрофически мало, Поэтому очень много. Большую часть мы покупаем сами. Покупать приходится даже детские каши. Последние очень любят две ары – самые громкие жители зоопарка. А еще орехи. Поэтому в зоопарке рады любой продовольственной помощи. И совсем не важно, в каких объемах. Итоговая программа подошла к концу. О самых ярких событиях грядущих дней поговорим ровно через неделю. Смотрите также наши ежедневные новости «Город». В них всегда самые актуальные темы. Если у вас есть информация, для нас звоните. 52-4202. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова